В Госдуме заявили, что Россию наводнили иностранные шпионы. Вот так вот. Об этом заявил известный зрителям человек, член Комитета Госдумы по обороне, Андрей Гурулев. Он подчеркнул, что деятельность шпионов заключается в корректировке и нападении. Также, возможно, часть беспилотных летательных аппаратов запускается прямо с территории России. В своем телеграм-канале он написал, что Россия не может закрыть всю свою территорию средствами защиты, поэтому необходимо жестко выявлять и подавлять диверсантов на стадии их подготовки к атаке. Мудрые мысли. Давайте теперь послушаем. Путь достаточно безопасный и комфортный. В любой момент может выйти на дорогу танк или БТР. И запомните, что даже танк на дороге в этом случае будет главный. Также стоит отметить, что здесь не действует ОСАГО, КАСКО. То есть вы не сможете оформить аварийный случай, получить выплату. Людей совсем не было. Меня это очень удивило. Я думала, будут какие-то пробки. Может быть, конечно, люди немножко переживают ехать этим путем. Ну, в общем, понятно, что это не то видео. Нам скажут, когда будет то. Извините, такое бывает. Но давайте пока поговорим, Игорь. Ну вот надо выявлять, жестко подавлять и так далее. Но это же невозможно выявить. Это огромная страна. Не тот шпион, так этот, не этот, так тот. Что думаете? Ну, источник и тот автор этих высказываний, на которые вы ссылаетесь, он точно знает, как это сделать. Ему чужды ваши сомнения, потому что генерал Гурулев, он знает, что Сталин бы это все решил. Генерал Гурулев это один из тех людей, которые мечтают и критикуют Путина за то, что он не Сталин. За то, что он не Гитлер, за то, что он не Сталин, за то, что он не вводит тотальные репрессии. Вот у генерала Гурулева, в отличие от вас, сомнений в том, что можно навести порядок таким образом, есть. Он просто сталинист, он постоянно говорит о том, что надо вводить смертную казнь, он говорит о том, что надо вводить смертную казнь, что надо вводить сталинские репрессии. И, в общем, нисколько этим не смущается. Так что он знает, как это сделать. Я прошу прощения, Игорь, мне кажется, что он не совсем об этом говорит. Он объясняет, почему взрывы были, есть и будут. То есть он говорит, их надо подавлять, но в первой части он говорит, слишком большая территория. Вот, читаю, Россия не может закрыть всю свою территорию, понимаете? Поэтому мне кажется, это анонс свыше, что вам, дорогие граждане и россияне, придется все-таки привыкнуть к тому, что на ваши головы что-то будет падать. Нет? Вы знаете, я не первый, я не знаю, какое конкретно высказывание вы сейчас цитируете. Я не первый, не второй, не десятый раз слышу. Я просто постоянно, как медиакритик, смотрю российский телевизор и хорошо знаю, что и когда и как говорит генерал Гурулев. Он говорит всегда... А, вообще вы имеете в виду? Конечно. Да, это ястреб. Я же не знал, какое конкретно высказывание вы хотите процитировать и прокомментировать. Я просто знаю, что генерал Гурулев это один из тех оголтелых сталинистов, которые, ну, кстати говоря, вот сейчас вот сидит Стрелков, а генерал Гурулев, он практически, хотя он Стрелкова ненавидит и мечтал о том, чтобы его повесили, но фактически он критикует Путина с этой же стороны. Не называя, правда, Путина, в отличие от Стрелкова, но он критикует путинский режим именно с этой стороны за то, что он недостаточно сталинский. Так что у него-то как раз ясность полная. Он считает, что можно вполне установить такой тоталитарный режим, введя сталинские порядки. Так что у него в этом смысле сомнений нет. Вообще-то у человека чужды сомнения. Так что здесь он такой нерефлексирующий товарищ. Продолжение следует...